В Чечне перестали выдавать загранпаспорта людям моложе 30 лет без присутствия старших родственников. Об этом сообщает правозащитный проект «Северный Кавказ. СОС». Таким способом власти хотят быть уверены, что цели поездки не противоречат интересам России, заявили в МВД республики. На днях Госдума приняла закон об увеличении на три года граничного возраста призыва граждан Федерации на срочную службу. Теперь призывать будут до 30 лет. И выпускать за границу потенциальное пушечное мясо Кремль не намерен. Еще одна новация в российском законодательстве. Федерации рассматривают возможность лишения гражданства из-за судимости по преступлениям, создающим угрозу национальной безопасности. В России ходят такие активные достаточно слухи, что все те новые законы, которые принимает Государственная Дума по утяжелению наказания за отказ от мобилизации и всяческие другие кары, они готовятся к тому, чтобы в осенью большую новую волну мобилизации начать. Госудума приняла целый ряд законов в поддержку войны. Например, регионы получили право создавать собственные военные компании, но не частные. Правозащитники назвали это попыткой заменить ЧВК и считают, что военных будут использовать для участия в боевых действиях и защиты государственной границы. Также Путин подписал закон о продлении на 5 лет предельного возраста нахождения в запасе для некоторых категорий граждан с воинскими званиями. Кремль лишает россиян права выбора, идти на войну против Украины или нет, погибать за желание Путина или нет. С вступлением в действие поправок выезд гражданам за границу будет запрещен сразу после размещения повестки в электронном реестре, а не через 7 дней после публикации в нем, как было ранее. Это естественно сделано с тем, чтобы как можно больше людей остались внутри страны, а там дальше с ними уже можно делать все, что угодно. Конечно, новый закон, шокирующий нас правозащитников тем, что он теперь будет призывать людей от 18 до 30 лет. Это, безусловно, драконовские меры для того, чтобы как можно больше людей попали на войну. Дарья Берг, руководитель отдела помощи эвакуации проекта «Идите лесом». В комментарии изданию «Радио Свобода». Госдума повысила штрафы за неявку военкомат в 10 раз до 30 тысяч рублей. Увеличены наказания за другие правонарушения, связанные с воинским учетом. Например, теперь штраф за не сообщение в военкомат актуальных данных о гражданине будет от 1 тысячи до 5 тысяч рублей. А за умышленную порчу, уничтожение или небрежное хранение военного билета придется заплатить от 3 до 5 тысяч. Правозащитники напоминают, что в любом случае лучше заплатить штраф, чем потерять жизнь. И да, главное правило остается прежним. Не ходите в военкомат. Помните, что значительная часть тех, кто пришел туда для уточнения данных или объяснить, почему их нельзя отправить на войну, именно на войну и поехали. Юристам запретят представлять интересы призывников по доверенности в военкоматах. Это еще одни поправки, которые депутаты внесли в закон о воинской обязанности и военной службе, пишет издание «The Moscow Times». Сейчас в призывную комиссию может обратиться сам гражданин или его полномочный представитель, юрист. В поправках последний заменен на законного представителя. К законным представителям относятся родители, опекуны, усыновители или попечители. То есть теперь получившие повестки россияне смогут взаимодействовать с военкоматом по спорным вопросам только лично. Правозащитники назвали такие изменения в законе нарушением права на юридическую помощь.